На входе необходимо надеть маску, обработать руки антисептиком и измерить температуру. А в помещении соблюдают дистанцию в полтора метра. За одним столом могут находиться максимум четыре человека. Такие усиления ограничений начали действовать для предпринимателей общественного питания Ростовской области с 12 июня. Рестораторы отмечают, что к такому они были готовы. И тем более многие меры уже соблюдают давно. Мы всем нашим гостям выдаем антисептики. При наличии сервиса, когда начинается работа с гостями, мы уже берем антисептик наш, ставим на стол. Теперь за столом определенное количество людей, если это не близкие родственники – родители, дети или супруги. Это позволит избежать массового скопления людей и снизить риски заражения. Мы стараемся, будем держаться. Мы все объединяемся, все рестораторы объединяются в борьбе против ковида. И чтобы мы могли работать – это самое главное для нас. В Ростовской области существуют меры поддержки бизнеса, которые особенно важны в период ограничений. Это снижение налоговой ставки на 50% для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения. А есть сферы, где антисептики и разметки о дистанции не помогают. В регионе приостановили проведение массовых мероприятий в общественных местах. Вновь запретили проводить физкультурные и спортивные соревнования с участием зрителей. Исключение только для стадиона Ростов-Арена. При этом максимальная заполняемость трибун не должна превышать 50%. При проведении музыкальных и театральных выступлений помещение также можно заполнять лишь наполовину. На самом деле это очень обидно, потому что лично я люблю отдыхать, какие-нибудь мероприятия, тусовки, и из-за этого я не смогу посетить многие мероприятия. Пандемия – это плохо. И если это надо, ввели, значит на это есть основания. Например, я слушаю рок-музыку, и вот то, что в Астерплазе закрылись концерты, и то, что некоторые группы уже собирались приезжать. Жалко, что отменяются всякие мероприятия. С другой стороны, это необходимо. А в зданиях торгово-развлекательных центров с понедельника приостановлена деятельность объектов развлечения и досуга. Исключение – кинотеатры и аквапарки. Следить за заполняемостью своих залов необходимо и фитнес-клубам. Напомню, что политические мероприятия разрешены согласно федеральному закону о выборах. Число участников не должно превышать 100 человек и должны быть соблюдены все меры санитарной безопасности. О необходимости соблюдать такие меры в сфере услуг предпринимателям напомнил глава региона в прямом эфире телеканала «Дон-24», отвечая на вопрос, будут ли вводить в Ростовской области QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Я к бизнесу обращаюсь с одной большой просьбой. Если на предприятиях, в магазинах, в местах общественного пользования будут выполняться санитарные нормы, то мы будем стараться не усложнять ситуацию. При соблюдении санитарных норм, при выполнении всех условий, которые прописаны в постановлении санитарного врача области, сферу услуг закрывать не будут, добавил глава Донского региона. Елена Сарксян, Александр Кучес, Дон-24, Ростов-на-Дону.